Привет, друзья! Это будет сначала уникальный контент нового знания, я скажу. Потом скажу кое-что об организационных делах. Это всё связано с тем, что как можно больше хочется лаконично, просто донести до понимания всех людей, разных людей с разными характерами, вкусами, отношениями, здоровых и больных. Но мы не клиника, ещё раз об этом говорю. Просто помогаем советами подбирать индивидуальные, простейшие, комфортные действия, которые помогают выходить из стресса в критических ситуациях и обстоятельствах, и восстанавливаться, избавляться от психосоматических различных нарушений, получать состояние комфорта, переходить из состояния какого-то тупикового момента при решении каких-то вопросов, когда вопрос никак не решается. Переходить в состояние её решаемости, да, этой тупиковой ситуации. Может быть вопрос, может быть задача, может быть какая-то озабоченность и так далее. Вот сначала уникальный контент нового знания. Чтобы мне потом не говорил кто-то, да это же всё известно, да нет. Вот теперь обратите внимание, да, а тот, который так скажет, это всё известно, я его приглашаю на дискуссию, пусть он расскажет. И я его только приветствую, потому что у нас школа, человек будущего, Homo Futurus, и очень полезны эти дискуссии. Итак, новое знание. В этом новом знании результат, я себе шпаргалку сделал, в этом новом знании результат анализа разных направлений жизни человека и опыта разных авторов. Открытие, открытие, вот сейчас вот, заключается в том, что через нулевое состояние, которое в 1990 году в первой книге «Ключ себя» назвал нейтральным состоянием и сравнил по механизму с нейтральным положением в коробке передач автомобиля, где системы разблокированы и повышены, готовы к новым переключениям, да, нейтральное, свободное состояние, состояние нирваны, как иногда называют, если оно задержано по времени, и к нему пришли каким-то определенным образом, чему обучают с помощью медитации. Медитация – это инструмент достижения нирваны, вот этого состояния. На самом деле оно у нас быстро происходит при смене режимов работы мозга между сном, бодрствованием, между бодрствованием и трансом, между, значит, сном и сновидениями, и глубоким биологическим сном. Вот эти переходы происходят через нейтральное состояние, как коробки передач автомобиля, как я раньше сказал. Так теперь слушайте, дело в том, что освоение вот этого нейтрального состояния, в чём, собственно говоря, открытие моё? В том, что, во-первых, быстро его получать, как снимать путём подбора индивидуальных действий, самых простых, по зелёной зоне, как подбирать. Вот это есть алгоритмы, о чём мы на вебинаре будем говорить, в ближайшем, и как этим пользоваться. И вот самое главное, сейчас я скажу, что в прошлый раз я говорил о том, что в этом нулевом состоянии между сном и бодрствованием Сальвадор Дали, освобождившись от страхов, штампов и так далее, вот он сидел, задрёмывал и находил состояние это нейтральное, между сном и бодрствованием. И там он освобождался от штампов. И в этот момент, поскольку он был занят поиском, как решать свои картины, там свои проблемы, он там видел свои картины, вот такие вот, и он поэтому рисовал такие необычные картины, Сальвадор Дали. То же самое я говорил о Меркуе, он обучал людей, чтобы они между сном и бодрствованием уже не о картинах, а о свою озабоченность решали. То есть они избавлялись от психосоматических нарушений, от астматических приступов, от подъёмов давления артериального, и в Европе, как я говорил, вылечил этот великий аптекарь, его очень многие знали, он с удовольствием читал свои лекции. То есть Сальвадор Дали для написания картин, а Меркуе для здоровья, Да, да, для здоровья. Теперь, значит, я там это самое видел, кто-то там в интернете обучал дробному засыпанию, засыпаешь, просыпаешься, засыпаешь, просыпаешься, для выходов из тела, для выходов из тела, видите, то есть это зависит от того, чем человек озабочен. Они к нему там обращаются, научите меня выходить из тела, он говорит, засыпайте дробно, просыпай, думай об этом, и вы научитесь выходить из тела. Я вас не учу выходить из тела, это глупость, это не нужно. Я говорю о другом, что это нейтральное состояние свободного сознания, где нет страха, где полная защищённость, ощущение. Вот вы вспомните, когда вы засыпаете, и вам так хорошо, там тепло, так защищённо, такая гарантия безопасности. Да, вы как эмбрион там в таком положении. Вот это нейтральное состояние, там две половины мозга размыкаются, освобождаются человека от всяких стереотипов, штампов, комплексов страха. Потом они опять смыкаются при этом переходе. Если вы какую-то задачу нерешаемую решаете, например, тупиковое состояние в жизни, или как завтра лучше штангу поднимать, ну, зависит от того, чем человек озабочен. Так вот это уникальный контент, который я говорю, что никто никогда в мире не сопоставлял столько областей деятельности и не говорил, что и там, и там, и там, и там, вот этот дефолт работы мозга, как сегодня говорят, современные там психологи, и состояние перехода из страха к творческому состоянию. То есть по существу, я говорю, в обструктурный анализ самых различных направлений жизни и сфер деятельности человека, и что вот это состояние Сальвадор Дали не в кровати получал, вот насколько я знаю, по книгам и так далее, а сидел на кресле, покачивался, держал этот металлический ключ, и чтобы он не падал, не звенел, чтобы он не заснул, этот ключ ему капусть и не научил. А другое-то получает состояние задрёмывая, задрёмывая. Другим способом, тоже может не в кровати, а делая, шалтай-болтай, или вот я недавно читал там ДПТГ, ну я этот ДПТГ давно знаю, Шапира, методику, но там же глазами надо водить, глазами водить, глазами водить, тоже выходишь на нейтральное состояние. Но у нас же проще, у нас же целая-целая аптека различных вариантов. И вот на вебинаре, который будет сейчас, там как раз-таки разные действия. Шалтай-болтай – это одно из действий, что глазами водить, что вот так вот делать, повторяемые движения снимают напряжение, я сказал это много лет назад, и песня стала народная. Ну да, на уровне глаз может быть, на уровне этих движений, на уровне, вот я рассказывал раньше, в роликах у меня на Ютубе, и вы посмотрите, кому интересно, чёткие, откуда произошли, потому что повторяемые движения снимают напряжение. У кого сильное напряжение, там чижит голову, там кто-то себе там расчёсывает, кто-то жвачку жуёт, кто-то волосы рвёт на компусе и всякие, и так далее. Это уже клиника, да? Но мы же тоже можем им помочь реально. Помочь реально, потому что, выходя на нулевое состояние, они там восстанавливаются, там психосоматика корректируется, вот эти все невротические нарушения снижаются по уровню. Вы представляете, это очень серьёзная вещь. Ещё раз повторяю, мы не клиника. Но очень разные люди заходят к нам на ликбезы, заходят на вебинары, и часто мне задают вопрос, а чем отличается бесплатный ликбез от вебинара? Ну, отвечаю сразу. Бесплатные ликбезы – это наша помощь ближнему в наше трудное время. Это как раз-таки «помоги ближнему», это осуществление той великой заповеди всемировой, понимаете, помощь ближнему, а как же «люби ближнего» и так далее. Мы это делаем на деле, деянием своим, добрым делом, потому что доброта спасает мир. Доброта. И я вам хочу сказать, что ликбез бесплатный туда в зуме заходят, который мы скидываем во время трансляции после объявления ликбеза во всех моих сетях. Туда любой желающий заходит в это время, когда мы объявили, туда во время трансляции сбрасывается зум, они входят в зум, и я, и вместе со мной, вся наша школа, участники нашей школы, человек будущего, активные участники, которые уже имеют колоссальный опыт, помогают, помогаем людям подобрать себе те действия, те простейшие действия и движения, которые помогают им выходить на состояние из стресса, в состояние покоя, восстановления, творчества, энтузиазма. Ну, там это всё, там это всё. Сейчас мне в одном ролике всё невозможно рассказать, все принципы метода ключ, приёмы метода ключ. Для этого есть книги. Берите, смотрите под роликом, описание, смотрите, мало кто туда заглядывает из новичков, а надо заглянуть в описание, кто говорит, автор каких книг, автор каких методов, все методы у нас официально утверждённые, многократно опробированные, не только утверждённые, ещё в 90, в 1987 году, в Минздравом СССР, они ещё награждённые многократными грамотами министров и замминистров, министерств, ведомств, здравоохранения, образования и так далее. Ну, это для новичков, говорю. Ну, теперь слушайте, а чем же отличается бесплатный ликбез от вебинара? Вебинар по доступной цене, обычно у нас 1000 рублей, потому что я где-то лет 7-8 назад сказал, никогда не будет подниматься эта цена, несмотря на то, что я даёт всегда уникальный контент, потому что я автор метода, а теперь ещё участники школы Человек Будущего развивают свои варианты, мы там делимся, в этом, в Фейсбуке мы делимся, у нас там есть группа Человек Будущего, школа, ВКонтакте, у нас есть группа Homo Futurus, да, заходите туда, пожалуйста, там обмен опытом, и вот смотрите, метод стремительно развивается. Он был создан в 1981 году, я его создал в Центре подготовки космонавтов, для моделирования состояния невесомости у человека в земных условиях, чтобы он быстрее адаптировался в полёте, для преодоления стресса и перегрузок, там три было такие задачи, вот, а потом он пошёл по всему миру, потому что мои книги и на французском, и на английском, и на болгарском, ну, короче говоря, очень многие люди знают, но, правда, к сожалению, не всегда они названия этих приёмов, а это как имена собственные, шалтай-болтай, хлёст, лыжник, там, вис, ну, много там названий, волчок, там, кулачок, там, там много названий, это имена собственные, как и в йоге, там же есть названия собственные, мы знаем, что это йога, а у нас, поскольку методика простая, потому что она современная, 21 века, это не йога, которая тысячелетиями создавалась, поэтому, тем более, она всё время совершенствуется, поэтому люди забывают, поскольку это просто там, что там хлёст, они иногда хлыстом называют, иногда обнимашками называют, и поэтому получается, что, да, с трудом пробивается метод, несмотря на то, что он известен в мире и очень много известен, да, а с трудом почему, потому что такие простые приёмы в этом и уникальность, ключа, они такие простые, поэтому они уникальны, потому что они быстрые, сразу дают эффект, по другим методам, знаете, сколько надо тренироваться, но вы сравните, потому что, я-то знаю, я специалист, я же этим много лет занимаюсь, мне обычно пишут, боже мой, зачем я столько лет занимался, тем-то, тем-то, когда я ключ увидел, я попробовал, и сразу вышел туда же, туда же вышел, в это же самое состояние сброса напряжения, выход на состояние комфорта, я, я же, сразу вышел, в этом же уникальность, перебор, вот путём индивидуального подбора, такого в мире нету, а там шаг за шагом, пока не получишь результат, а у нас подбирает то, что получается, отбрасывает то, что не получается, новое, необычное правило обучения, конечно, так слушайте, ещё раз, бесплатный ликбез, это для всех, без денег, а вебинар, за деньги, я тогда сказал, тысячу рублей, и всегда будет только тысяча, не будет увеличиваться, несмотря на уникальность контента, и поэтому, а кому не надо, не надо брать, зачем это брать человеку, которому это не нужно, идите на бесплатный ликбез, раз-два раза в месяц, мы его объявляем во всех сетях, там бесплатно, получите то же самое, но чем отличается от вебинара платного? Тем, что вебинар платный объявляется по теме какой-то, вот сейчас у нас будет именно по паникам, как снимать паники, чтобы их не было, и как переходить к творчеству, чтобы открывать таланты и способности, ну вот по теме, в другой раз у нас бывает другая тема совершенно, как бросить курить у нас было, как отвлекать от вредных зависимостей у нас было, много у нас разных было, там очень много там этих самых роликов, но я понимаю, вот новичок заходит к нам на ютуб канал, и видит там такое количество роликов, и говорит, слушай, а давайте мне сразу, вот дайте мне метод, чтобы я сразу врубился, что я буду там ваши ролики смотреть, ну у меня же нет времени, я и так все же истрачу на то, чтобы создавать уникальный контент, а теперь я буду тебе объяснять в одной части все принципы, все правила, все приемы, с тобой работать, чтобы ты подбирал, так иди на бесплатный лекбез и подбирай, пожалуйста, я же там советую, все участники школы Чайк Божьих, Хомофутеру советую, теперь слушайте, вебинар, пожалуйста, по всем вопросам, по вебинарам, писать только на электронную почту, только на электронную почту, не надо мне писать на WhatsApp, звонить по телефону, не надо, зачем это, я же этим не занимаюсь, это просто вы тратите время, и мое время тоже тратите, поэтому что надо делать, что надо делать, надо писать на электронную почту, если вы не получили, вот оплатили вебинар, и не получили этот вебинар, допустим, на вашу почту, после покупки на электронную, не пришло письмо со ссылкой на вебинарную комнату, проверьте папку спам, что часто очень бывает, надо обязательно проверить, если нет спами, пишите на электронную почту ко мне, на, не нужно звонить, писать в WhatsApp, по таким вопросам и прочее, ну, это отвлекает меня от основной работы, друзья, кому вебинар не нужен, не надо его покупать, ну, ей-богу, зачем его, берите на бесплатный ликбез, заходите, потому что вебинар по теме, именно тому, кому это нужно, кому нужно, ну, еще и у вебинара есть преимущество, вот какое, человек купил, и у него она всегда сохраняется, а вот это вот, электронное, вот это вот, когда мы проводим ликбез бесплатный, ну, если человек не посмотрел, еще в записи у нас висит, в Ютубе, висит, висит всегда, ну, у человека, может, там сломалось что-то, или еще что-то, и он не сохранил, и потом он мне пишет, вот вы тогда ликбез проводили, позапрошлом году, дайте, пожалуйста, ссылку, я не дам, нету мне времени этим заниматься, я разработчик, автор, пожалуйста, пользуйтесь мной на полную катушку, да, но правильным образом, об этом сегодня я и говорил, да, и об этом я говорил, что начал я с уникального контента, и назвал я этот уникальный контент, нулевое состояние работы мозга, станция узловая, потому что очень многие помнят, станция узловая, что там пересекается много всяких моментов, и в мозге здесь, и поэтому я сказал, станция узловая, в кавычках, потому что на самом деле, и для йогов, и для тех, кто занимается медитацией, и для тех, кто рисует, и для тех, кто в спорте занимается, и для тех, кто педагог, и для тех, кто психолог проводит группы вот у нас фарид хай рулит 5 километров каждый день плавает и потом группы свои проводил там и он с ними занимался и он ключом пользовался и горит я прямо летаю когда плыву могу еще больше плыть и когда провожу группу от там алкоголиков лечил и разных людей вот такой фарид обнимаю друг мой мы дружим столько лет да вот он ключом пользуется и многим чем еще пользуется он молодец он сам творческий человек он вот такой парень вот такие примеры нам дают какую-то гордость мы гордимся за тебя фарид и за всех наших участников школы человек будущего очень гордимся потому что они любознательны они помогают мы хотим сохранить мир на планете сократить кризисы и войны продлить творческое долголетие людей научить людей быстрее восстанавливаться научить быть менее агрессивными менее агрессивными чтобы они не циклились на эго чтобы не циклились на эго о чем говорил и будда о чем говорил и моисей о чем говорил и христос но все великие все великие говорили об одном и том же но потом этой религии формализуется становится формальными традициями дух идеи выучивается и так далее но короче говоря каждый век требует нового языка и все время нужен новый контент я поэтому простыми словами доступными до каждого да да рассказываю о сложных вещах и поэтому пускай это не кажется банальностью потому что я говорю о таких вещах о которых мире еще ни в одной книге ни в одной методе никто никогда не говорил а теперь вы пожалуйста кто не понял о чем я говорил кто поспешил кто только зашел прочитайте сначала послушайте сначала до встречи до встречи до встречи до встречи на вебинаре